здравствуйте дорогие друзья напишите пожалуйста как меня видно как слышно меня зовут сходов алексей и сегодня мы сергей анатольевичем проведем два вебинара то есть первый будет вводный это технико-экономический вебинар общий вебинар skyway по общим понятиям терминологии по характеристикам и по той информации почему действительно технология skyway интересно на сегодняшний день более чем двумстам тысячам людей по всему миру и собственно многие за этой технологии активно наблюдают и более 50 тысяч людей инвестирует фактически ежемесячно технологию skyway количество естественно растет с каждым днем и сегодня дорогие друзья в первую очередь ориентирован данный вебинар именно на новичков на тех кто входит проект начинает только разбираться в технологии вы узнаете о возможности которые действительно бывает раз сто лет то есть на слайде это не просто так написано и многие люди которые уже участвуют в проекте либо недавно присоединились и допустим разобрались в проекте не полностью течение одной или двух недель начинает понимать насколько это глобальный перспективный проект и какие перспективы лично для него или для нее этот проект несет но я соответственно не буду останавливаться сильно подробно на экологических аспектах насколько этот проект может улучшить нашу экологию насколько этот проект изменит вообще жизнь жизнь всего человечества и всей планеты целом а теперь так как вебинар для новичков в основном то я прошу ответить на опросник то есть я вот его запустил просто отметьте пожалуйста вариант какой раз вы присутствуете 1 2 3 и более и соответственно это создаст нам конкретное видение как вести вебинар и сколько людей присутствует новичков первую очередь естественно всегда будем напоминать что вводные технико-экономические вебинары они ориентированы для новичков а также если вы не можете донести информацию быстро четко доходчиво просто то можете смело звать людей на вебинары технико-экономические вводные приглашать на конференции которые проходят по разным городам разных стран именно по информированию технологии skyway и соответственно человек любом случае примет для себя единственно правильное решение но с учетом новостей которые на сегодняшний день происходит нашем проекте я могу сказать что многие люди принимают сугубо положительное решение о дальнейшем участие в проекте и инвестирование в проект вопрос когда это произойдет и когда у человека соответственно произойдет точка входа момент входа потому что на самом деле сегодня вы узнаете новости ошеломительные я бы сказал и те которые ожидаемы но мы как обычно получаем абсолютно неожиданные новости вы узнаете о выставке предстоящей в берлине на которой также будет выставляться и технология skyway это крупнейшая транспортная выставка международная мирового класса и собственно это произойдет уже на расширенном технико-экономическом вебинаре для тех кто среди новичков первую очередь заинтересуется проектом заинтересуется технологией и проголосовало у нас 46 человек присутствует в аудитории 117 возможно кто-то не умеет голосовать если кто-то не проголосовал в опрос ники то просто нажмите пожалуйста циферку 0 если вы не можете проголосовать особенно это касается до новичков потому что нам очень важна эта статистика и очень важно видеть сколько на вебинары приходят новых людей иногда это бывает 5 иногда 10 иногда 20 30 и более и давайте тогда опросник оставлю то есть те кто не проголосовал пожалуйста проголосуйте я начну уже непосредственно часть вебинара и для начала хотел бы чтобы каждый понял из присутствующих здесь первую очередь этот вебинар для новичков и все обращение данного вебинара все вещание спикеров вебинара именно направлено на понимание новичков и я хотел бы чтобы вы написали ваши варианты насколько вероятность вообще что технологическая эпоха действительно уже ближайшее время изменится и насколько привычным станет мир уже ближайшего будущего то есть уже неоднократно в средствах массовой информации говорили об идее внедрения искусственного интеллекта но на самом деле помимо таких высокотехнологичных процессов происходит и процесс создания новой технологии транспорта второго уровня и если говорить про концепцию вообще вот из чего складывается концепция skyway на самом деле в ближайшее время это станет абсолютно также очевидным как когда-то ним не было очевидным допустим смартфон мобильная сотовая связь и те гаджеты которые мы сегодня с вами используем на самом деле все что ранее было поразительным то что удивляло и даже пугало на сегодняшний день плотно вошло в оборот науки и соответственно мы пользуемся предметами пятого технологического уклада это интернет телекоммуникации это хай-тек технологии и более того они продолжают развиваться но пятый технологический уклад на сегодняшний день достигает своего пика развития и сейчас все находится на грани перехода в новый технологический уклад это нормальная эволюция абсолютно и соответственно то что сейчас мы ожидаем это вхождение новой технологии которая будет основой нового технологического уклада и соответственно чтобы вы понимали какие это возможности рождает представьте и вспомните сразу такие компании как apple google как алибаба это именно крупнейшие капитализации пятого технологического уклада то есть алибаба это вообще интернет коммерция и соответственно никто не ожидал насколько будет прибыльной капитализации компании алибаба и более того они вышли на и пио уже сформировав рынок и бизнес что планирует сделать и компания skyway на самом деле и сейчас мы планомерными шагами и действиями развиваем процессы строительство уже идет то есть первую очередь для новичков я могу сказать что вы пришли не на голую компанию не просто на личный кабинет на площадку и так далее то есть финансирование уже привлекается уже получена земля уже сформирована ядро научно-производственного конструкторского предприятия которая соответственно сформировала свою очередь более 13 кб уже ведется строительство создано технической документации и мы находимся не на пред демонстрации то есть уже ближайшее время осенью обещает быть показаны именно демонстрация транспорта второго уровня и технология skyway это действительно технология которая на мой взгляд необходимо более чем 9 99 процентов населения земли раньше когда я входил в проект я думал что на самом деле возможно 70 процентов будут пользоваться данными влагами 5 6 технологического уклада но сейчас уже полностью погрузившись проекты я осознал и понял что действительно будущая мировая транспортно-энергетическая коммуникационная информационная и даже социальная сеть это как раз таки будет сеть транснет которая основана на струнных технологиях анатолия эдуардовича юницкого и основой основы это нового технологического уклада как когда-то были кремниевые технологии будет как раз таки skyway будет струнная технология почему струнная и почему называется струна я чуть позже покажу и расскажу но одно я могу сказать что многие процессы сейчас происходит мгновенно это благодаря серьезному развитию технологического прогресса но несмотря на то что деньги информация различные процессы коммуникации происходит фактически мгновенно за секунды но к сожалению товары грузы сейчас фактически заморожены в логистических пробках и мы имеем примеры огромных потерь крупных транснациональных корпораций а также мелкого среднего бизнеса которые складываются соответственно действительно в недостаток недостаток нового транспорта нового решения которое сможет применяться на любом типе поверхности рельефа местности и соответственно действительно можно назвать skyway недостающим звеном цепи будущей мировой логистики и как раз таки сегодня эту цепь и мы с вами дамы и господа куем то есть мы являемся кузнецами как раз так кузнецами точнее является анатолий эдуардович юницкий мы являемся так скажем помощниками помощниками этой кузнецы и помощниками очень серьезными потому что несмотря на то что в 70-х в конце 70-х годов начался начался процесс развития истории skyway и более того анатолий эдуардович представил как вывести промышленность в открытый космос широкой мировой общественности но естественно тот момент технология подобно не было принято так как первую очередь даже не родился интернет и более того то модель вот почему мы с вами являемся помощниками кузнецы именно цепи новой мировой логистической это то что сейчас все происходит через народное финансирование я говорю про проект skyway то есть это глобальная корпорация действительно частично строится через сеть частично развивается через народное финансирование за счет привлечения мелких средних и даже крупных инвестиций и сейчас мы в ожидании сверх крупных инвестиций которые по логике развития любого стартапа и закроют вход корневую компанию и соответственно возможности финансировать уже в данный проект не будет именно в качестве дольщика инвестора главной корневой компании которая будет также иметь доли в различных во всех проектах которых используют будет использоваться технология skyway по всему миру и соответственно вдумайтесь в этот потенциал этот потенциал также ощутил и понял губернатор красноярского края лебедь александр иванович и более того он был одним из крупных инвесторов первых кто профинансировал полигон в городе озера московскую область испытания были проведены в 2001 году и по 2009 год данный полигон стоял на именно территории московской области но после презентации дмитрий анатольевичу медведеву на совете по инновациям транспорте соответственно было принято действие определенные неизвестными лицами не установленными и непонятно по какой причине это произошло но тем не менее полигон московской области городе озера перестал существовать он был стер с лица земли но дмитрий анатольевич медведев на тот момент сказал очень важную вещь что если вы найдете финансирование то да проект будет развиваться проект будет поддерживаться и как раз таки я думаю что в том числе эти слова для анатолия эдуардовича юницкого были отправной века и точкой развития нового развития нового направления проекта skyway это начало крауд инвестинга и в 2013 году очень рискованным конечно был шаг начало развития крауд инвестинга но там и господа это был крайний шанс вывода нашей технологии на рынок действительно что сейчас и происходит и крайний шанс финансирования той технологии которая сейчас уже развивается создание той стройки которая уже сейчас имеет место быть городе марина горка минская область республика беларусь и собственно благодаря усилиям средних крупных и мелких инвесторов было создано то что сейчас мы имеем то есть это не много и не мало это строительство то есть уже вот видите на слайде это анкерная опора станция инновационная станция которая строится и сейчас возводится второй этаж и соответственно более более 19 промежуточных опор также были установлены и сейчас уже я думаю осенью будет натягиваться путевая структура установлена путевая структура как раз таки струнная струнная путевая структура и тот процесс который сегодня вы наблюдаете я могу привести простой пример возле учреждения где находится спортзал который регулярно я посещаю строится бассейн и бассейн строится я думаю не на деньги мелких и средних инвесторов скорость строительства примерно такая же на бассейн несколько покрупнее чем допустим наша станция которая одновременно является анкерной опоры но вдумайтесь то что подобный процесс действительно реально с помощью народного инвестирования народного финансирования то есть это тот прецедент который появился и который получил результаты это пример я думаю которому последуют многие мировые корпорации и как раз таки обладая огромным чутьем и проведением ситуации анатолий эдуардович уницкий предпринял этот решительный шаг и на сегодняшний день мы развиваем городской пассажирский транспорт это естественно грузовой транспорт это высокоскоростной транспорт и как отправная точка хода это легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт который будет применяться во многих адресных проектах это будут не такие крупные адресные проекты как освоение месторождений например боливии монголии это не такие крупные инфраструктурные адресные проекты как допустим строительство линейных городов как высокоскоростные трассы во вьетнаме на территории российской федерации также это будут более мелкие проекты но по законам торговли все понимаете что оптом также можно получать огромную прибыль и так как инвесторы более 50 тысяч людей на сегодняшний день является совладельцами дольщиками этого проекта соответственно свою долю от прибыли которая будет поступать в компанию уже при капитализации при выходе на рынок люди будут получать и вот на картинке представлен легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт то есть есть спецификации обозначения как у аэробусов как у боингов это юнибайк ю4 610 полная масса которого 300 килограмм это просто как пример той технологии которая создается если говорить про преимущество на самом деле то преимущество более чем очевидны это огромная высокая социальность так как с помощью низкой стоимости передвижения использовать струнный транспорт использовать транспорт второго уровня транспорт ближайшего будущего сможет любой социальный слой в любой стране то есть это не зависит от вероисповедания национальности принадлежности каким-то организациям и так далее это зависит просто от того что этот транспорт появится и он будет действительно доступен каждому он будет народным если говорить про безопасность то струнный транспорт анатолий эдуардович яницкого является устойчивым даже к террористическим актам чего не скажешь допустим о технологии хайпер лук это наши и конкуренты и не конкуренты потому что вакуумная труба это уже скорости от 900 до 1000 и выше даже километров в час то есть это уже именно дальнемагистральной авиации конкуренты и собственно представьте если произойдет утечка или какая-то авария самой вакуумной трубе что произойдет я не говорю про то что подвижной состав на огромной скорости просто вылетит из вакуумной трубы пробьет ее и соответственно так как произойдет утечка разгерметизации все к сожалению пассажиры салона подвижного состава капсулы айпер лук смогут погибнуть так как просто-напросто закипит кровь и если говорить про безопасность перемещения струнной технологии примеру произошел взрыв то есть представляем именно экстремальные ситуации либо землетрясения и части опор промежуточных рухнула если говорить вообще про концепцию то есть такое сравнение анатолий дар до чего приводил при наводнениях при цунами здания падают а пальмы стоят и соответственно вот этот же принцип используют промежуточные опоры независимо от того будет наводнение или какие-то катаклизмы природные струнная транспортная система также будет продолжать работать и выстаивать именно на перевес серьезным погодным испытанием и суровым климатическим условием соответственно вы сможете перемещаться действительно с абсолютным комфортом опять же повторяю дешево и данная транспортная система чего не скажешь о русских дорогах то есть сейчас наступила весна вы все прекрасно наблюдаете огромные пробки из образованных следствий таяния снега просто обычного таяния снега и появление колдобоин на дорогах и различных неровностей происходит аварии чего не скажешь о струнной технологии анатолий дар дочериницкого так как путевая структура будет абсолютно ровной и гладкой и причем это будет делаться по одинаковым стандартам качество мирового качества во всех странах в том числе на территории российской федерации если говорить про инновационность экологичность то это тот потенциал который до сих пор технологиями не был раскрыт и соответственно струнная технология анатолий дочериницкого благодаря очень серьезной аэродинамичности подвижного состава корпуса обводов транспортного модуля будут экономить огромные огромное количество как сырья при строительстве материалов и энергии земли естественно трудозатрат человека часов и так далее и мы подходим к самому главному это аэродинамика в ближайшее время я думаю что будут опубликованы и появятся результаты новой продувки новых испытаний санкт-петербургской лаборатории которая именно специализировано выполнять подобные испытания и мы получим новое значение как центр динамического сопротивления транспортного модуля skyway и какое это будет значение объявит анатолий дар дочериницкий как когда настанет время когда подготовит документы в санкт-петербурге и одно я могу сказать что уже даже при крайних испытаниях даже испытания от двухтысячных годов коэффициент динамического сопротивления был значительно превосходящим даже современный спортивный автомобиль типа bugatti veron например то есть это 0075 на тот момент сейчас до 005 возможен коэффициент аэродинамического сопротивления против коэффициент аэродинамического сопротивления bugatti veron это 035 если говорить про спортивный допустим самолет и про аэродинамику мы все прекрасно знаем что очень серьезная аэродинамика в авиации то также допустим высокоскоростной транспортный модуль будут будет иметь более серьезный коэффициент аэродинамического сопротивления чем современный военный истребитель и все это полагает и позволяет нам говорить о том что действительно мы сможем достигать таких показателей как расход топлива 100 грамм на пассажира думайте 100 грамм на пассажира а если 2-3 литра на 100 километров какой транспортный модуль какое транспортное средство на сегодняшний день вообще может достигнуть таких показателей а если говорить также про экономию материала экономию стали и так далее экономию времени в первую очередь и затрат именно человеческого труда то это не сопоставимые не сопоставимые вещи по сравнению с тем что происходит на сегодняшний день с тем что происходит допустим тайвань и в китае в японии со строительством высокоскоростной дороги одна промежуточная опора по данной технологии весит десятки тысяч тонн и чтоб ее смонтировать необходимо соответственно ее сначала разрезать а мы помним что япония тайвань китае это достаточно сейсмоопасные зоны и далее уже сварить и установить а какой сейсмоустойчивости а какой устойчивости к природным катаклизмам может идти речь у подобной опоры а ведь это даже не анкерная опора всего лишь промежуточная опора я вам дамы и господа новички обязательно сброшу доклад анатолий дар дэч юницкого на московской международной конференции которая прошла в октябре этого года и кто заинтересовался действительно проектом я искренне рекомендую просмотреть выступление анатолий дар дэч юницкого потому что были заданы очень серьезные научные технические вопросы на которые антолий дар дэч на все очень блестяще ответил и почему же называется струна почему называется струнная технология антолий дар дэч юницкого на самом деле стоит понять новичку что струнная путевая структура это предварительно напряженная напряженная растянутая неразрывная закрепленная на концах анкерных опор то есть растянута закреплена соответственно конструкция эстакадного типа можно сказать что это балка жесткости и соответственно это сопоставимо с вантовыми мостами и так далее из ролика вы это слышали и с виду это казалось бы обычный рельс но ноу-хау и инновации лежат как внутри так и снаружи более так скажем 100 150 стальных проволок диаметром от 5 до 15 миллиметров может быть 2 и 3 миллиметра в зависимости от применения в зависимости от того навесной подвесной транспортный модуль это соответственно находится друг возле друга далее идет их закрепление то есть это элемент крепления далее идет омоноличивание специальным эпоксидным раствором либо специальным раствором бетона и так далее и далее и ставится головка рельса то есть стала стальная головка рельса но она кардинально отличается вот обычного традиционного рельса и все что вы видите на данном слайде позволит вам без труда смотреть на небо и действительно не будет такого эффекта как вот заполоняет вообще взор и человек не может наслаждаться прекрасным видом природы может быть прекрасным видом мегаполиса когда многотонные конструкции автомобильных эстакад опять же высокоскоростного транспорта первого или второго уровня без разницы но современные технологии это достаточно серьезные и массивные сооружения и конструкции чего не скажешь опять же о струнной технологии анатолий эдуардович юницкого но то что я говорю сейчас не имело бы никакого смысла и ценности если бы не началось строительство действительно если бы сейчас не происходило признание технологии на уровне экспертного совета при министерстве транспорта российской федерации на уровне высшей консалтинговой независимой компании которая головной офис имеет в австралии мы имеем австралийцев партнеров в лице бывшего директора транспортного департамента южной австралии рода хука и этот человек также присоединился через инвест проводящую систему через народное финансирование даже инвестировал некоторую сумму но более полугода разбирался в проекте и сейчас это развивается в австралии на высшем уровне а там имеются конкретные намерения по строительству грузового и городского пассажирского транспорта и соответственно инициируется действительно множество первую очередь адресных проектов зао струнные технологии то есть корневой компании о них мы не знаем и сейчас мы так как не можем спокойно наблюдать за этим рынком именно из инвест проводящей системы из людей которые способствуют развитию через народное финансирование также и инициируем адресные проекты какие-то из них получили уже серьезное развитие серьезную закладку именно фундамента развития естественно не построена еще сама технология так как она будет опробована продемонстрирована на экотехнопарке это октябрь 2016 года а в сентябре 2016 года пройдет выставка в берлине на которой будет присутствовать и skyway и hyperlook и в конце я поставлю обязательно ролик чтобы новичков те кто перейдут на расширенный технико-экономический вебинар было четкое понимание почему говорят о skyway и hyperlook почему достаточно часто идет именно параллель с данными компаниями и развитие skyway действительно потрясает лично меня дамы и господа я понимаю что невозможно предсказать капитализацию думаю что анатолий эдуардович юницкий знает конечно что это даже не триллионы оценка анатолий эдуардович юницкого потенциал технологии skyway анатолий эдуардович ницкому прислушивались именитые на скажем участники и руководители он то есть был получен гранд хоббитап по развитию городской инфраструктуры в свое время и успешно освоен в недавнем времени был получен гранд про он за инновации в озеленении крыш и также я включу ролик перед расширенным технико-клиническим вебинаром одного из специалиста зао струнной технологии замечательной девушки которая рассказала как раз таки про зеленые крыши в чем заключается инновация в чем заключается основная технология естественно без раскрытия ноу-хау и дорогие друзья вот как раз таки это все будет формировать мощнейшую капитализацию того рынка который может быть закрыт уже даже в 2016 году возможно в 2017 году этой возможности уже больше не будет и сегодня вы имеете шанс обеспечить свое будущее благодаря серьезной технологии которая будет иметь серьезный потенциал в новом технологическом укладе и все шансы на то чтобы стать основой нового технологического уклада и собственно обеспечить посредством инвестиций в данную технологию посредством того что вы станете дольщиком совладельцем акционером данной компании действительно свое будущее не только свое будущее а будущее своих детей внуков и даже правнуков и собственно об этом говорили в самом начале развития проекта многие именитые эксперты вы можете найти ранние вебинары и мнения казина михаила леонидовича делягина михаила геннадьевича о проекте skyway в недавнем интервью жириновский владимир вольфович также упомянул о проекте skyway потому что в 2000-х годах он активно помогал развитию и даже с делегации посещал научно-производственное конструкторское предприятие и лично общался с анатолием дуар дачи миницким гришин сергей анатольевич а гришин сергей анатольевич это ныне президент новотранс и очень серьезный железнодорожник очень серьезный транспортник и инфраструктурщик и действительно дамы и господа вот если бы нет такую информацию настолько развернута и четко муж когда я входил не было даже вебинаров и первая моя инвестиция была просто непонятно кому незнакомому человеку на карточку надежде получить акции сертификат на акции в будущем которые станут акциями корпорации skyway я совершил некий платеж и рискнул и сегодня могу сказать что рискнул и не ошибся потому что наблюдая сегодняшнее развитие проекта skyway сегодняшней новости все большее количество людей которые просто наблюдают за проектом skyway начинает присоединяться и действительно активно не просто наблюдаете а инвестировать и рассказывать о проекте новым людям и как раз таки дамы и господа новички те кто сегодня только узнал о проекте и даже сегодня узнал о проекте вы кому-то уже о нем расскажете есть определенный пул этот пул сформирован за счет именно того что дисконт был рассчитан с одними расчетами и калькуляции а соответственно так как инвестиции были более мелкие и инвестиций было больше то есть это опт сформировался определенный резерв который анатолий дар еще ницкий вот собственно год назад решил через фонд в том числе skyway capital развивать и действительно давать шанс возможность получить минимальный пакет тому человеку который просто зарегистрируется просто проявит огромный интерес компании естественно те кто проявляет интерес входят наше информационное поле следят за нашими вебинарами за новостями понимают что действительно сегодня здесь сейчас мы имеем абсолютно веские причины действительно бежать и рассказывать о технологии skyway окружающим людям потому что основная причина такой возможности уже в 2017 году может и не быть потому что уже конкретные переговоры проведены также и с потенциальными крупными инвесторами которые способны закрыть финансирование корневой технологии и новости по этому поводу мы планомерно по мере возникновения конкретных фактов документально подтвержденных мы будем освещать в новостях и собственно то ли еще будет дамы и господа проект развивается и не просто развивается или медленно шагает а просто летит я таких скоростей в интернет проектах никогда не видел и собственно в традиционных бизнесах стартапах тоже за историю развития других компаний не наблюдал ну что то что с ссср делали за пять лет мы делаем за два за три года строй skyway спасай планету но я передаю слово сергей анатольевич соберекова то тот человек который развивает проект skyway уже более 15 лет и собственно огромный вклад и внес формирование отношения к проекту skyway у крупных чиновников и те переговоры которые были проведены в недавнем времени собственно также сергей анатольевич никто другой как сергей анатольевич не донес бы эту информацию которая рождалась и форма формировалась сквозь года то есть эта концепция которую анатолий эдуардович юницкий начал более 35 лет назад и сергей анатольевич продолжил уже в виде применения на современный мир в виде применения на современную экономическую мировую ситуацию но собственно технологических укладок и макроэкономическом обзоре именно опираясь на технологии skyway сергей анатольевич вам поведает сергей анатольевич вам слово благодарю друзья всех ждем кого заинтересовала данная технология на расширенном технико-экономическом вебинаре дима 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 как слышно отлично 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 ну что друзья мы продолжаем серию наших вебинаров то есть нашу работу по средам вот мы как алексей уже сказал произвели для новичков и для тех кто уже в проекте на разное время вот у нас сейчас расклад такой что алексей довел общую информацию которая есть вводную часть и именно технические характеристики которые надо знать для того кто просто включился в проект это естественно не исчерпывающая информация в информацию можно погружаться именно проекте бесконечно потому что это довольно таки сложный высокотехнологичный инфраструктурный проект поэтому он довольно таки сложен для восприятия и поэтому друзья те кто только сейчас подсоединился вот у нас по статистике всегда где-то 10-15-20 процентов новичков не все голосуют вот но тем не менее 15-20 человек которые каждый раз включаются на вебинар это скажем так не отличный ну скажем так хоть какой-то результат естественно что мы должны выходить на сотни на тысячи людей но друзья пока делаем работу так как мы ее делаем соответственно несем информацию система работает и я могу сказать по результатам худо-бедно мы сегодня создали систему которая финансирует конструкторское бюро которая финансирует строительство экотехнопарка в марьиной горке сегодня финансируются научные разработки связанные с аэродинамикой вот алексей уже упомянул что сейчас проведены получены уникальнейшие результаты с точки зрения продувки подвижного состава именно прототипов вот это сейчас эта информация обрабатывается она настолько сложная и настолько не вмещается в ну скажем так стандартные схемы которые работает тот же институт аэродинамики который продувал модели что на сегодняшний момент они даже не могут с точной скажем так методикой посчитать с необходимой нам допусками именно коэффициенты аэродинамического сопротивления потому что все это выходит настолько за рамки их обычной работы их продувки что когда речь идет о тысячных долях ци их сопротивления вот это мы будем говорить на следующих вебинарах просто речь идет о том что друзья работа активнейшим образом ведется и сегодня благодаря той системе которую мы с вами отстроили в которой мы сегодня участвуем которая сегодня активно развивается она состоит из нескольких блоков то есть первый блок это крауд инвестинговая система то есть доведение информации это убеждение и в том чтобы люди принимали решение вступить в проект стать партнерами проекта и проинвестировать в проект дальше система финансовая которая обеспечивает прием платежей и финансирования экотехнопарка дальше система отчетности вот которая выражается в основном это в предоставлении документов связанных именно с освоением с тем что делается сегодня в экотехнопарке потому что объем работы просто колоссальный вот это даже не вооруженным и не надо быть большим специалистом чтобы понимать как это сегодня происходит и третье очень такое серьезное направление это научная именно научно-производственная работа которая сегодня является основой которой год сегодня знания которое формировали с интеллектуальная собственность которая формировалась десятилетиями переводит ее сегодня на инженерный язык в постановки для конкретных инженеров и групп инженеров конструкторских бюро в которых создан направление которую переводят уже в конструкторскую документацию дальше в рабочую документацию дальше это размещение заказов и это друзья процесс идёт И он сегодня, конечно, он бы мог идти еще быстрее, он бы мог еще больше показывать результатов при, скажем, многократном увеличении финансирования. Но на сегодняшний момент тот самый сложный венчурный этап, когда идут основные риски, конечно, они снимаются за счет именно нас с вами, то есть небольших инвесторов, которые могут позволить себе инвестировать небольшие суммы, но при этом за этот риск, за то, что вы поддержали проекты, мы поддержали проект на самом раннем этапе, за это формируются очень серьезные инвестиционные пакеты, за это формируются очень серьезные венчурные премии, которые исходят именно из капитализации. Мы много приводим примеров, мы много рассказываем, особенно на экономической части, из чего складывается капитализация, почему происходит такой рост котировок на обязательства, которые есть, из чего складывалось, чтобы было понятно, как примеры, капитализация таких уже сегодня, неоспоримых лидеров пятого уклада и нашей предыдущей революционной именно взрывной технологии интернета, то есть как делались огромные состояния и как сегодня капитализировались такие компании, как Apple, Microsoft, Alibaba, Dell, в общем, это все компании, которые выросли на хай-теке. Мы сегодня в рамках шестого технологического уклада уже ведем речь о следующем укладе, о следующей группе технологий, которые нашей экономической школы и технологической школы введено понятие SkyTech, то есть это следующая группа технологий, которая определит развитие, скажем так, всего инженерного направления, всей инженерной мысли на ближайшие 50-100 лет. И это не пустые слова, это уже сегодня потребность, как Алексей предыдущий сказал, части экономики мировой, и то, что мы сегодня делаем, это потребность времени. И то, что сегодня, особенно люди старшего поколения, на их глазах развивался технологический прогресс, и это бесполезно отрицать, на наших глазах появился интернет, то есть все помнят только первый раз, когда они услышали слово интернет, когда они услышали слово компьютер, потом, когда они увидели компьютер, а не ЭВМ, электронную вычислительную машину типа ЕС-1022 или Искра, кто помнит еще такие аппараты. Соответственно, появились персональные компьютеры, потом ноутбуки, потом мобильные телефоны, потом смартфоны, потом GPS, фейсбуки, скайпы, USB, еще можно что-нибудь назвать, чего название мы еще несколько лет назад даже не предполагали, что они означают. Сегодня это наша действительность, это наша работа, мы с ней живем, пользуемся, и это никого не вызывает удивления, это наша реальность, наша сегодня, то, что окружает, и без чего мы жить сегодня не можем. И когда шестилетний сынишка по скайпу общается с учителем по английскому в Болгарии, вот, это уже сегодня, в общем-то, такая рядовая бытовая схема, хотя я могу сказать, что еще некоторое время назад представить это было довольно-таки тяжело. Так вот, сейчас, что вы должны вынести из этого вебинара, о чем запомнить и для себя четко понять. И здесь, друзья, вы можете с этим не согласиться, я не буду настаивать, что это истина в последней инстанции, но это, друзья, действительно то, что вам надо принять. О том, что в ближайшие 15 лет мир изменится еще более радикально и более сильно, чем изменился за предыдущие 15, даже за предыдущие 30 лет, то есть с появлением интернета. Хотя сейчас уже трудно предположить нашу жизнь в 1990 году, когда мы жили с проводными телефонами, которые были не у всех, и фраза «я пошел на работу и забыл свой телефон дома», это был полный абсурд. То есть за это можно было загреметь в сумасшедший дом, а сегодня, когда вы идете на работу и действительно забываете телефон, то тоже очень неприятные ощущения, потому что вы просто оторваны очень существенные части жизни. Не говоря уже про GPS, который стоит на машине, который показывает трафик, пробки, прокладывает маршруты, показывает, куда ехать. Это скайп уже мобильный, который сегодня работает настолько уже сильно, что мы сейчас уже очень часто, так как дефицит времени постоянный, мы постоянно сегодня находимся в таком очень сжатом графике времени, перемещаясь. И очень многие совещания, конференции мы с Алексеем проводим, когда надо с кем-то проводить встречи именно по скайпу, когда мы соединяемся в конференции, и Алексей меня через скайп соединяет в автомобиль, в машину, когда едешь. И таким образом мы проводим очень многие совещания, и причем бывают совещания, когда партнеры находятся одновременно, скажем так, в Израиле, в Праге, в Челябинске и где-нибудь в Подмосковье. И, по сути дела, когда неожиданно происходит сбой по связи, это, естественно, всех раздражает, я всегда говорю, друзья, представьте, какое время назад мы с вами могли, так, Андрей, есть какие-нибудь новости? Андрей, я сразу говорю, что, друзья, этот у нас вебинар для новичков, все новости и все, что мы обсуждаем, серьезные вещи, они уходят на второй вебинар, который будет в 13 часов. Поэтому давайте четко мы это разделение сейчас делаем, что сейчас мы ориентируемся на тех, кто первый раз услышал слово Skyway, Transnet, шестой технологический уклад и все остальное. Поэтому тут уж, друзья, терпите, не то, что терпите, а это четкое разделение, и основной анализ этого у нас идет на 13-часовой вебинар. То есть вы, ну, кто еще только включился и не понял нашу логику, мы в 12 часов делаем для новичков, и еще очень важная часть, для тех, кто работает с новичками, то есть даже если вы не первый раз пришли на вебинар, но у вас постоянные контакты, и вам надо сходу объяснять двумя-тремя фразами, о чем идет речь, то это тоже для тех, кто занимается такой, такого рода работой. Так как вы все сталкиваетесь с тем, что надо донести информацию, то я считаю, это очень полезная форма, и мы с Алексеем постоянно ее совершенствуя, постоянно отрабатывая разные аспекты, отрабатываем схему, чтобы у вас была аргументация, и вы получали навыки, как работать с новичками, и каким образом для них доводить информацию. Так вот, друзья, основное сейчас, это я вам могу сказать уже из опыта, то, что сейчас общаюсь с крупными инвесторами, которые уже приходят, инвестируют крупные суммы, а этот процесс пошел, потому что кризисная ситуация накаляется сегодня, прибыли в других проектах, особенно связанные с строительством, девелоперством, все сворачиваются и сворачиваются, те, кто играл на рынке Форекса, либо акций, там у нас в России, либо за рубежом, тоже резко падает доходность, Поэтому сегодня очень сложная ситуация для тех, кто занимался инвестициями, и реально начинают сейчас искать проекты, искать варианты, куда можно вкладываться, а с учетом той сложной экономической ситуации, которая только-только набирает обороты, соответственно, таких объектов и такого применения все меньше и меньше. И поэтому мы сейчас, когда уже более двух лет, то есть тоже скоро будет два с половиной года, как мы развиваемся в логике краудинвестинга, это показательный пример является для чего, что большинство интернет-проектов, большинство, как их сегодня называют, финансовых пирамид, которые строятся в интернете, они умирают в течение года. В течение двух лет умирает 99% всех проектов, которые есть, то есть интернет-проекты, которые пережили два года, их можно пересчитать по пальцам. А наш проект, которому уже два с половиной года, и в октябре уже будет три года, то есть мы активными шагами идем сегодня к октябре, и самое главное, друзья, мы активно развиваемся, у нас растет количество участников, мы ведем работу, которую мы говорим, мы декларируем и показываем декларируемые вещи, то есть мы шаг за шагом движемся к поставленной задаче. Таких проектов я сразу могу сказать, что, друзья, вы больше не то, что не найдете, их просто больше нет. И поэтому те, кто два года назад махали рукой и говорили, что это полная ерунда, это хайп, очередная пирамида, и она рухнет там через год, через два, сегодня уже сказать нечего, потому что идет работа, идет уже строительство, и от этого никак нельзя отмахнуться, то есть можно сказать, что мы снимаем на МКАДе где-нибудь строящиеся опоры, что это тоже полная ерунда. Но инвесторы, которых своими глазами хотят увидеть и приезжают в конструкторское бюро, я могу сказать, что, друзья, я каждую неделю сейчас езжу в Минск в конструкторское бюро с разного рода инвесторами, которые смотрят, делают, я организую специальные группы, и мы этот процесс ведем. Я вот сегодня после вебинара вечером в 20 часов опять стартую, опять в Минске, опять переговоры, потому что этот процесс необходим вести. И я могу сказать, по мере того подключения инвесторов, которые представляют различные уже и фонды, и банки, и крупных игроков на рынке, я могу сказать, что, друзья, интерес растет. То есть то, что мы с вами создали, уже очень убедительно для того, чтобы вести серьезные переговоры, вести серьезные контракты, заключающиеся с заказчиками, с крупными игроками на различных рынках. Там сразу угля, перевозки железной руды. И еще, то есть у нас активнейшим образом идет, мы не раз освещали проект по Австралии, где Ротхук, это бывший министр транспорта Южной Австралии, соответственно, ведет эту работу. То есть это тоже, друзья, все складывается в одну копилку, и на сегодняшний момент уже очень трудно даже тем скептикам и тем нашим оппонентам, которые отмахиваются и говорят, что это полная ерунда, им все труднее и труднее приводить аргументы. А по мере того, как вот то, что Алексей сказал, сейчас будет очень большая выставка в Германии, в Берлине, где будет представлена технология, а там очень интересно, она будет на одной же выставке с Киперлупом. То есть, соответственно, это будет сравнение, это будет само по себе в прессе очень серьезно анализироваться, сравниваться. И это тоже, друзья, очень важный проект, потому что мы в этом году дадим уже результат, а Элон Маск, который запустил этот проект, он говорит, ни в этом, ни в следующем, ни даже через год технологическая компания даже не сможет показать никаких результатов, никакого прототипа, потому что многие их решения сегодня просто не существуют. А мы как раз уже выходим не просто с конкретными решениями, а с конкретной технологией, которая уже четко дает обоснования для построения бизнес-планов, бизнес-моделей и уже конкретной бизнес-компании. Поэтому, друзья, для тех, кто только включился, у нас основное такое пожелание – изучайте, смотрите и дальше уже для себя принимайте решения. А дальше у нас отстроена система поощрения, то есть те, кто раньше входил, у них были определенные венчурные премии в виде дискаунтов, более высокие, постепенно, по мере того, как технология выходит на доказательный уровень, эти дискаунты снижаются. У нас отстроена сегодня юридическая схема, доказательная, очень существенная, когда вы, являясь уже внесенные в реестр акционеров компании, которые владеют интеллектуальной собственностью, с юридической точки зрения защищены. У нас отстроена система финансовая, то есть которая финансирует и доводит именно целевым образом до экотехнопарка. Это все, друзья, работает и на сегодняшний момент мы, как Алексей уже сказал, семимильными шагами двигаемся. Вот у нас 23-24 апреля будет большой такой весенний фестиваль Skyway в Марьиной горке, там с посадками деревьев, с большим такой программой именно круглых столов, обсуждения, конференции, демонстрации промежуточных этапов. То, что сегодня сделано, пути или этапы, которые будут в ближайшее время продемонстрированы и сделаны. Основное, конечно, мы готовимся к октябрю 2016 года, когда будут продемонстрированы первые основные элементы технологии, связанные с перевозкой руды и угля, связанные с городскими перевозками, альтернативы уже метрополитену и скоростному трамваю. И, соответственно, уже будут показаны первые прототипы скоростного, во всяком случае, модули, которые со временем будут развивать скорости уже сопоставимые с 500 км в час. Вот, друзья, это то, что мы хотели довести до вас в первой части, поэтому для кого информация это достаточно, и вы для себя приняли решение, что вам проект неинтересен, значит, с вами мы прощаемся. Для тех, кто останется и будет дальше изучать проект, мы приветствуем в нашем кругу, мы говорим о том, что мы рады за то, что вы вошли, скажем так, в сообщество людей Skyway, и для тех, кто строит Skyway и спасает планету, со временем это становится не просто высоким лозунг, а это становится действительно понятная программа, это действительно становится руководству действует, это действительно становится, скажем так, активной гражданской позицией. Поэтому, друзья, приветствую тот, кто первый раз к нам присоединился, и до встречи уже на следующем вебинаре в 13, там сейчас будет очень ряд важных роликов, которые мы обязательно ставим для того, чтобы было понятно, как идет работа и как развивается проект, и дальше мы с вами продолжим уже работу на нашем вебинаре, который мы рассчитываем больше для Сибири и Дальнего Востока, потому что для европейской части в 19 и в 20 мы также с Алексеем ведем еще два вебинара, которые рассчитаны именно на тех, у кого нет такой сдвижки по времени. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь. До встречи. Здравствуйте, с вами Михаил Кириченко. Вы смотрите новости SkyWay, в которых мы рассказываем вам о разработках и внедрении прорывных транспортных технологий. Мы уже неоднократно касались преимуществ нашего подвижного состава технологий в целом в области технических характеристик. Сегодня же мы попробуем поведать вам о том, какие преимущества имеет использование технологии SkyWay в экстремальных погодных условиях. В самом начале года все средства массовой информации пестрили сообщениями о том, как десятки автомобилей почти сутки провели в снежном плену на трассе в Оренбургской области. Ночь на 3 января на дороге Орск-Оренбург образовалась многокилометровая пробка. Из-за сильной метели и снежных заносов запертыми в своих автомобилях оказалось более 80 человек. На то, чтобы вызволить их из снежного плена, у спасателей ушло около 16 часов. Один водитель скончался. Экстремальные погодные условия имеют обыкновение случаться не только в России с ее суровым холодным климатом, но и в райских курортных условиях. Общеизвестно, что ураган Катрина – самый разрушительный в истории США ураган, которому была присвоена пятая категория по шкале Софира Симпсона, шестой по силе ураган Атлантического бассейна за всю историю наблюдений, который произошел в конце августа 2005 года, вызвал штормовой нагон воды высотой 20 футов, чуть более 6 метров. Наиболее тяжелый ущерб был причинен Новому Орлеану в Луизиане, где под водой оказалось около 80% площади города. Многочисленные селения были почти полностью затоплены волной, проникшей на 6 миль, что составляет почти 10 километров вглубь материка. В результате стихийного бедствия погибли 1836 жителей, экономический ущерб составил 125 миллиардов долларов в США в ценах 2007 года. Подобные последствия экстремальных погодных условий были бы сведены к минимуму, если бы повсеместно применялись транспортно-инфраструктурные комплексы Skyway. Наше утверждение основывается на следующих характерных особенностях, разработанных инженером юнистским струнной технологией. Наличие у скоростного подвижного состава противосходной системы, десятикратный запас прочности несущих струнных элементов в транспортной эстакаде, устойчивость к гололеду и оледенению, снежным заносом, туманом, пыльным и песчаным бурям, надежность работы при любых экстремальных температурах воздуха, высокая устойчивость к вандализму и террористическим актам. При специальном исполнении и минимальном удорожании устойчивость к таким природным катаклизмам, как землетрясение магнитудой до 10 баллов по шкале Рихтера, наводнение, разливы рек с глубиной воды до 20 метров, ураганный ветер скоростью до 250 км в час, цунами высотой волны до 50 метров. Давайте получим подтверждение этих данных у самого изобретателя Skyway. И снежные те же заносы, да, они опасны не только для автомобильного транспорта, для автомобильных дорог, но и для железнодорожного транспорта, для тех же трамваев и поездов. Поезд садится на брюхо. А у нас, извините, дорога высокая. А лед не пасен по той причине, что я сказал, что даже если будет наледь образована, то колесо раздавит, первое же колесо. И это мы проверяли в озерах. Значит, представьте, дорога, уклон 1,10, то есть на 100 метров 10 метров перепад. Это больше, чем городские трассы, троллейбусные, то есть на автомобильной дороге, особо на городской, там до 9%, у нас там было 10%. Зима была, снег и лед не держится, рельс там был в виде трубы круглой, 102 миллиметра диаметром. Поэтому, чтобы образовался лед, мы неделю намораживали. Поливали водой, вода замерзала, мы снова поливали. Наморозили 5 сантиметров леда. А потом выпал снег, и там шапка снега. И вот представьте, 1,10 уклон, стоит зил на стальных колесах, лед 5 сантиметров, шапка снега. И вот собрались эксперты. Я говорю, поедет? Для меня это тоже был первый эксперимент. Это был первый. До этого мы не испытывали. Но я знал, что он поедет, и знал почему. Я спрашиваю, поедет? Они говорят, да вы что? Как он может поехать? Ну, они стали близко, причем стали где-то там, ну, высота была, наверное, метров 5-6 у дороги, да? Высота там была от нуля до 15 метров. Вы посмотрели, как они убегали от этой дороги? Потому что этот лед разлетался в стороны, и передний колесор работал, как бульдозер, который все снимал. Потому что лед раскалывался и слетал. И они, чтобы по башке мне попало, убегали, эти эксперты. Поэтому лед там не опасен. Это же мы, не забывайте, неделю поливали водой. Наводнения тоже не страшны, как и снег, потому что вода, при соответствующей высоте опор, а мы же знаем, если мы строим на берегу, и знаем, что тут возможно подъем уровня воды, да, или, допустим, там, если полморяки, и знаем, что возможно наводнение, то мы можем соответствующей высоте опоры поставить. Поэтому наводнение не достает до пути высоты. Цунами сметает дороги, здания, потому что у них большая парусность и большая нагрузка от воды. А даже пальмы стоят. Потому что у них ствол, и хвата обтекает. У нас опоры, столбы. И это не пальмы, это более прочно. У нас же жебетлоны, либо остальные, да. Поэтому, если путь будет выше, а мы можем, если знаем, что здесь вопрос цунами, мы можем сделать на высоте 20 метров, 30 метров путь. И главное, что волна не достала до пути. Что касается землетрясений, колебания земной коры приведут к колебаниям конструкции, но не разрушению. Даже если трещина пройдет через опору, то опора просто провалится. Опора упала, а путь остался, он опирается на другие запоры, соседние. Даже на скорости у него проскочит место, где упала опора. А вот если взять традиционную дорогу, я могу ее смоделировать. Почему те же мосты падают в Японию? Капитально, там столько же из бетона, да. Землетрясений раз, все упало. Люди погибли и так далее. Я вот строю дорогу. Традиционную. Это вот опора. Так, вот эта опора. Это балочки, которые лежат на опорах. На магнителе. Вот, это традиционная дорога. Ну, модель, да. То есть наша, как бы, модель, это, да, балалайка гитара, как многие говорят, ха-ха, это там балалайка, да. Но если я балалайку сейчас уроню на пол, струны не порвутся. А посмотрите, какое землетрясение. А те, смотрите, вот на традиционную дорогу, где такой же масштабе, как и балалайка. Видите, тоненькие балочки, тоненькие опоры. Вот, посмотрите. Опоры нет. Даже землетрясения нет. Нет дороги. Очевидно, что в случае использования транспортно-инфраструктурных комплексов Skyway в обстоятельствах, о которых рассказал Анатолий Эдуардович, рельсо-струнная система смогла бы сохранить работоспособность и обеспечить эвакуацию жителей, а также поставку всего необходимого в зону бедствия при ураганах путевая структура также не пострадала бы ввиду своей простоты и малых габаритов. Безопасность – одно из главнейших преимуществ струнных технологий перед конкурентами. Но, помимо повышения надежности и безопасности всепогодной и круглогодичной эксплуатации транспортной системы в любых природно-климатических условиях, данное техническое решение также дает возможность щадящего освоения и заселения новых территорий в труднодоступных местах, комфортных для проживания городских жителей, острова, горы, шельф-море и т.д., а также позволяет совмещать путевую структуру и опоры с воздушными и кабельными линиями электропередач и линиями связи – проводными, оптоволоконными, радиорелийными, сотовыми, что в совокупности с исключением необходимости очищать путевую структуру от наледей и снега в зимнее время, обеспечивает снижение эксплуатационных издержек и себестоимости перевозок пассажиров и грузов во много раз. Но все-таки самое главное, что мы хотели бы подчеркнуть в данном репортаже – опасность воздействия погодных, сезонных и иных экстремальных факторов кардинально снижается как для инфраструктуры, так и для пользователей Skyway. Подписывайтесь на наш канал YouTube, следите за обновлениями новостей на официальном сайте международной группы компаний Skyway по адресу rsvedefisystems.com Поддерживайте наш проект. И тогда для нас с вами, для всех, абсолютной истиной станут слова популярной песни «У природы нет плохой погоды». И действительно, каждая погода станет для нас благодатью. Строй Skyway, спасай планету! Ну вот, друзья. Так, Алексей, а у нас там еще репортажи, да, ты хотел показать последние? Это самое. Так, ну давай тогда их... Так. Так, ну, друзья, приветствую вас на нашем дневном уже основном технико-экономическом вебинаре, который идет в 13 часов. 12 часов – это у нас так для новичков, вот, так сказать, для водной части, чтобы, ну, можно сказать, для разогрева. И дальше мы, конечно, переходим к основной теме наших вебинаров. То есть цель и задача – то, что мы ставим перед собой, и то, что мы согласовываем и с Анатолием Довичем Юницким. Он, как оказывается, всегда очень внимательно, с интересом смотрит наши вебинары, вот, потому что очень часто от него идут такие критические замечания. Вот, естественно, что мы всегда их учитываем. Вот, но в основном у нас идет, ну, скажем так, не то, что не состыковка, а не правильная трактовка или неправильная подача определенных именно цифр и понятий. То есть именно там, где связано именно с конкретной инженерией. Потому что зачастую мы с вами, люди, которые не занимаются именно глубокими знаниями, не обладают глубокими знаниями в инженерии и в работе материалов, для нас очень многие цифры просто не имеют никакого значения. Ну, например, в репортаже прозвучало такое, что намораживается 5 сантиметров льда и идет колесо, и она его не замечает. Вот, чтобы было понятно, что для железной дороги такого рода, особенно для скоростной железной дороги, такого рода явление, оно просто невозможно.